Молодой да ранний как быть губернатором в 30 лет. Жилье, дороги и здравоохранение такой приоритет обозначил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, Янаа, Дмитрий Яртюхов, ориентируясь на первоочередные поручения главы государства. В среду, 29 мая, исполняется год его назначения на пост главы нефтегазового региона. Чего успел добиться самый молодой российский губернатор, разбирались известия. По порядку. Дмитрий Яртюхов стал руководителем Северной житницы России равно год назад. К тому времени уже и отгремели президентские выборы, были сформированы новые майские ориентиры государства, и появились первые очертания национальных проектов. В плане приоритетов самому молодому губернатору, возможно, было легче многих. С самого начала власти округа определили три основные задачи, ориентируясь не только на указы президента, но и запросы, которые исходят непосредственно от ямальцев. Об этом на пресс-конференции 27 мая заявил Дмитрий Яртюхов. Арктический вектор. Губернатор Янау доложил президенту о планах по развитию железнодорожного сообщения в регионе. Есть вещи, которые нужны завтра. Есть насущные задачи, объясняет он. К примеру, сейчас мы ликвидируем очередь в детсады для детей от 1,5 года. А есть вещи более сложные, типа увеличения продолжительности жизни до 78 лет, и клуб 80 чуть попозже. Что такое продолжительность жизни до 80 лет? Это и спорт, и система здравоохранения в целом, чистая вода, огромное количество вещей, которые только в комплексе могут дать эффект, привести к важному для страны результату. При этом губернатор подчеркнул, по сути, банальные вещи, работа не должна превращаться в бесконечные бумаги с красивыми отчетами, но давать конечный результат. Удалось ли их получить, вопрос дискуссионный. Попытаемся подвести промежуточные итоги через год работы Артюхова. Местный ЕПИ. 29 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил в РИА губернатора ИНАУ 29-летнего Дмитрия Артюхова, выпускника Тюменского государственного университета со степенью MBA, с января 2016 года занимавшего пост зам главы округа по экономике. 9 сентября депутаты законодательного собрания утвердили его на посту. Предшественники бывший босс Артюхова Дмитрий Кобылкин возглавил Минприроды. Работоспособную управленческую команду новый губернатор кардинально менять не стал, ограничившись перераспределением зоны ответственности между замами. Ямальская команда сложилась, и, совершенно очевидно, Артюхов является ее продолжением. На Ямале ускорит темпы строительства новых домов. Руководству ЮНАУ поручили решить проблему ветхого жилья. Помимо команды, губернатору предстояло выстроить отношения со всеми нефтегазодобывающими компаниями, работающими в регионе. А это Газпром, Газпромнефть, Лукоил, Новотек, Транснефть и Сибур. Реализацию договоренности с ними расценивали в качестве второго серьезного вызова для молодого губернатора, который отмечали эксперты. Судя по тому, что в прошлом году все эти крупнейшие игроки отраслевого рынка утвердили инвест-программы и перезаключили действующие договоры с правительством региона, работа с ключевыми налогоплательщиками если и не вышла на новый уровень, то точно не просела. Кроме формирования профицитного бюджета региона, компании помогают с решением социальных задач, например, строительством спортивных объектов, вовлекаются в финансирование и развитие поселений, находящихся в непосредственной близости от разрабатываемых месторождений или населенных сотрудниками предприятий. Экономист-консессионер. Биография и бэкграунд самого молодого губернатора России у жителей создавали ожидания некого экономического крена в работе правительства. Действительно, даже предыдущий глава региона, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отмечал в своем преемнике именно современный взгляд и умение вести переговоры с инвесторами. Дмитрий Андреевич Артюхов профессиональный, надежный человек, знающий ее круг, понимающий перспективы развития арктического региона. Дорогу молодым, почему сменились главы Курганской и Липецкой областей. В губернаторский корпус продолжают приходить политики нового типа. Наблюдатели считают, что именно поэтому в последние месяцы в риторике самого Артюхова позитивные ноты сменились на осторожные, а успех проекта перестал казаться предопределенным. Мы сами живем в режиме ожидания, обещания раздавать надоело. Делаем все, чтобы начать как можно быстрее. Прокомментировал несколько дней назад ход проекта сам Дмитрий Артюхов. Задача протянуть СШХ сегодня может стать одним из важнейших экзаменов для самого молодого губернатора. Мост через Пур, проезд по которому, несмотря на концессию, будет бесплатным для местных жителей, уже вовсю строится. Проект для Дмитрия Артюхова, очевидно, вопрос собственного позиционирования. Он задумал и позднее анонсировал его в декабре в ходе своего первого большого отчета о работе правительства перед региональным парламентом. Поэтому он лично держит работы на контроле. Мост через Пург строят уже с опережением графика. Начали в декабре 2018, сегодня уже установили опоры будущей переправы, рассказал он на пресс-конференции. По заверениям подрядчика, первые автомобили смогут проехать по новому мосту в следующем году. В этом году начнется реализация еще одного консессионного проекта реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. Он передан компании аэропорты регионов, входит в ГК Ренова Виктора Виксельберга, на 30 лет. За счет инвесторов воздушная гавань будет модернизирована, а бюджеты всех уровней при этом не понесут затрат. Жалобы на здоровье, Пензенская область попросилась в нацпроект. Вопросительный знак губернатор Иван Белозерцев рассказал Владимиру Путину о проблемах и успехах региона. Чтобы облегчить населению логистическую проблему, в округе было запущено 16 новых субсидируемых из регионального бюджета авиамаршрутов, в том числе на российские курорты в Симферополе и Сочи. Такое решение было принято после опроса населения. Прямой контакт с жителями значимый фактор стиля управления Артюхова, считают эксперты. Самым простым способом связи стали соцсети. Артюхов стал первым губернатором Ямала, лично присутствующим в социальных сетях, в первую очередь, Instagram, где аккаунт главы региона читают больше 27 тысяч человек. Примечатели не сам факт присутствия в интернете, но и стиль общения. Например, на последней пресс-конференции, транслируемой онлайн со страницы Артюхова, глава региона честно и подробно объяснял, почему власти пока не берутся за строительство зоопарка или строительство набережной в Салихарде. Для меня этот вопрос не в приоритете. Обидно, что в центре города есть недострой, но приоритеты другие. Мы пересмотрели проект дорожки, скамейки этого мала. Надо добавить жизни, каток, кафе, прокат лыж. Мы посоветовались со специалистами, лед на реке позволяет сделать трассу и вдохнуть туда жизнь. Лето короткое, а зимой должно быть то, что будет согревать, на коньках и лыжах покататься, кофе выпить, чтобы набережная стала местом притяжения, куда переместятся городские события, городская елка, день оленевода. Окончательное слово должны будут люди сказать. Владимир Путин пожелал губернатору Ставрополя успехов на сентябрьских выборах. По мнению специалистов Центра политической конъюнктуры, которые обнародовали исследования о работе Артюхова в конце апреля, умение выстраивать контакт с местными жителями позволяет главе региона не только добивать сопоставленных задач, но и уверенно работать с аппаратными тяжеловесами в своей команде. Политологи дали молодому губернатору краткую характеристику перспективной ЕПИ. Социалка фундамент роста рейтинга Год назад одним из рисков для самого молодого губернатора России эксперты называли сложность старта работы на фоне заслуженного предшественника, ушедшего к тому же на повышение в федеральное правительство. Судя по результатам социологических исследований, у Артюхова получилось преодолеть этот этап успешно. Губернатор Янау сделал ставку на собственные инфраструктурные проекты, работу с инвесторами, а также популярные адресные социальные меры для населения, например, конкретную поддержку молодых семей. Последнее сегодня является нетипичным ходом для регионов России и, по данным социологов, является основной причиной роста доверия граждан к управленческому курсу Дмитрия Артюхова. С точки зрения Федерального центра работы Артюхова может рассматриваться очень положительно. Главная задача руководителя нефтегазового региона — сохранение общественно-политической стабильности на территории. В этом смысле сохранение уровня доверия к власти, отсутствие протестных выступлений и открытость в общении с гражданами демонстрирует правильность курса, выбранного губернатором Ямала. В этом он потрудился на славу. Как говорят, молодой да ранний, подводит итог первого года работы Дмитрия Артюхова президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Акцент на расширение социальной политики ложится сюда же обеспечения оптимизма граждан и удержания трудовых ресурсов на территории. А инфраструктурные проекты и экономические успехи в случае их реализации сделают образ губернатора предметным. Хорошо, что продолжается работа над такими проектами, как Северный широтный ход, Новоуренгойский аэропорт, Арктик-СПГ-2. В этом смысле и в текущей экономической ситуации именно реализация заявленных инфраструктурных проектов становится главным фактором при определении места Дмитрия Артюхова в истории успехов губернаторов ЯНАА.